Салям алейкум. Сегодня 1 апреля мы находимся в городе Ростов возле здания Южного окружного военного суда, где на сегодня назначено судебное заседание по Ибрагимову Исмету, которого обвиняет в части 1 статьи 25.5. Сегодня проходит первое судебное заседание по существу, где сторона обвинения будет предоставлять доказательства обвинения. Сторону защиты представляет адвокат Айдер Азаматов, который участвует посредством видеоконференц-связи из Крымского гарнизонного военного суда города Симферополь. Исмету Ибрагимова приехали поддержать родственники, друзья, но в зал судебного заседания впустили только двух слушателей. Это мать и супругу Исмету Ибрагимова. Исмет Ибрагимов – один из семи крымских мусульман, которых задержали после проведения в их домах обыска 7 июля 2020 года. На судебное заседание нас допустили, но его увидеть нам не удалось. Между нами была стена, можно сказать. На судебном заседании было много непонятных моментов. И мой муж сказал такое выражение «Я верующий мусульманин, который любит свою религию, который хочет ее исповедовать. Какое отношение имеет к терроризму?» «Мне совсем не интересно было. Все это зачитка дел, потому что это уже мы не первый раз слышим. Восхищалась Исметом, что он стойко все это выдерживает и выносит. Осознанные ответы. Стоит стойко. Машала. А все это дело как вот аж кричать хочется, как от боли, как вот воспалившийся аппендицит. Скорее хочется его удалить. Сегодня государственный обвинитель вкратце зачитал сущность предъявленного обвинения, изложенного в обвинительном заключении. Присутствовал переводчик с русского на крымско-катарский язык. Все это было переведено Исмету Ибрагимову. Исмет высказал свое отношение к данному обвинительному заключению. Он не может понять сущность предъявленного обвинения в той части, что в обвинительном заключении указано, что он организовал неустановленным лицам ячейку. Он приискивал людей, распространял запрещенную идеологию. Тем самым занимался террористической деятельностью, в последующем направленную на захват власти. Вот это ему было непонятно. Сторона защиты обратила внимание на то, что в федеральном законе о борьбе с террористической деятельностью указано, что такое террористическая деятельность, что такое террористический акт, что такое террористические действия. Так вот, ничего подобного ИСМЕД Ибрагимов не совершал, и в обвинительном заключении никаких действий, указанных в этом законе, нет. Было исследовано ряд материалов, характеризующие данные. По месту своего жительства ИСМЕД характеризуется посредственно, никогда не был замечен за употреблением алкоголя, наркотиков, никаких конфликтов с соседями у него никогда не было. Кроме этого, была исследована характеристика из следственного изолятора, что за все время пребывания в следственном изоляторе никаких конфликтных ситуаций и никаких нарушений со стороны ИСМЕД Ибрагимова не было, никакой ответственности он привлечен не был. Следующее заседание на 22 апреля в 14.00.